Приветствую вас! Давайте сразу определимся в тем, что мужчине, мужчину, такая ситуация устраивает полностью, она ему нравится, она его, как бы, отвечает его интересам. Мужина, он такой, то есть, у него такая модель поведения, у него такое принятие жизни, он именно так позиционирует свою женщину, да, тем более, что ему 30 лет, вот, значит, несмотря на то, что вместе вы 7,5 года, вот, и так дальше. То есть, мужчина, в принципе, поменять вам уже не получится, то есть, у него довольно четко схормировалось, как жизненная позиция у него довольно четко схормировалась, эм, мужская позиция по отношению к женщине, да. Если касается его эмоциональности, то, боюсь, эмоциональности, эмоциональности в данном, в данном случае, эм, а постреливать его, эм, творческий процесс. Ну, то есть, если бы не его эмоциональность, то вряд ли он мог бы заниматься тем, с чем занимается. То есть, я имею ввиду творчество. Ну, а, соответственно, ор, крики, отвербление, психическое неустойчивое, в данном случае, это принятый творческого человека. И, если бы он был строителем, то, да, тогда это была бы более явная проблема, тогда, я имею ввиду его поведение, тогда это было бы более серьезно, тогда можно было бы говорить и о каких-то эмоциональных противоречиях внутри него, и о конфликте внутри него, и о неуважении относительно вас, и обо всем таком, о чем говорится о наших ситуациях, подобно вашей. Но именно, в силу удовольствия человека работает творчески, это все, как бы, отходит на второй план, потому что, если все это изменить, или пытаться изменить, то я боюсь, что он не сможет работать творчески, а если человек лечит творчество, то это может очень плохо кончиться для него, вплоть до его потеря смысла жизни. Поэтому, я полагаю, естественно, мнения могут быть разные, но я полагаю, что поведение вашего мужчины, и его психологический портрет, который вы написали, описали, это следствие того, что он занимает творчество. Точнее, это обуславливает его творчество. Я его не оправдываю, чтобы вы сразу понимали, я его не оправдываю, просто кончу, чтобы вы сами для себя поняли, что он такой человек. Это не плохо и не хорошо, это просто есть. И человеку в 30 лет, чтобы меняться, ну, недостаточно серьезный стимул, серьезный мотив, а главное, чтобы его перестало удовлетворять ситуация, в которой он находится. Да, его не самостоятельность, его, как бы, подчиненность маме, это плохо, да. Но, опять же, если его мама была в курсе, что ее сын творческий человек, и что ее сын занимается творчеством, то в том, как она себя с ним ведет и как она его воспитывает, нет ничего странного. Потому что обычно родители творческих детей из этих сил стараются оградить их от реального мира и реальных потребностей. Реальных, так сказать, потребностей, я имею в виду потребности к выживанию, потребности к самостоятельности и так далее. По их мнению, это убивает творчество. Вот. Значит, дело в том, что дело не в нем. Дело в вас. Вы заняли по отношению к нему изначально позицию родителя. То есть, по сути, стали для него второй матерью. И именно родительская позиция, с одной стороны, позволяет ему вести себя так, с другой стороны, не позволяет ему реализоваться как мужчине с вами. А цели для ревности, так действия и прочее и прочее, это попытка, попытка, подсознательно неосознанная попытка подтвердить собственную значимость. Опять же, я не уверен, что вам это понравится. Опять же, я не уверен, что вы поносите согласитесь. Но, тем не менее, с точки зрения психологии, это именно так. Итак, да. Если мы с вами говорим о том, что вы занимаете родительскую позицию, то именно поэтому вы и не счастливы. Потому что вы выглядели быть родителем, в общем-то, взрослого мужчины, которому родители, в принципе, тоже и не нужны. И отсюда, занимая родительскую позицию, унесет ответственность не только за себя, но и за него. Чужая ответственность давит на вас, и именно поэтому у вас выработало такое отношение, и именно поэтому вы не можете быть счастливы. Что вы сделали не так? Не так вы сделали, кроме этого, еще и то, что позволили ему так себя истить. То есть, если бы после первой вспышки, его вспышки агрессии, вы бы сказали, что все, прости, мне так не нравится, я ухожу, и не возвращались бы к нему какое-то время, чтобы он вас умолял, чтобы он вас просил, чтобы он пытался так измениться, чтобы он понял, что вот так себя вести нельзя, в любом случае, каким бы творческим человеком он ни был. Если бы вы сделали так, может быть ситуация была по-другому. Но вы это терпели, и терпели не один раз, в том числе, дистерпите вы то, что от вас перед вами обращение не изменяется, и, соответственно, это второе, что вы сделали не так. То есть, по сути дела, вы, опять же, повели себя как родитель по отношению к ребенку. То есть, как родители обращают внимание на то, что ребенок, там, до 4 дней, там, оскорбляет, унижает, там, кто-то бьет, и так далее, и не извиняется потом. Потом. Так и вы просто потребаете то же самое. Так же. И самое страшное то, что, начиная нести ответственность за другого человека, вы перестаете нести полностью ответственность за себя. То есть, вы не несете, например, за себя ответственность, как за женщину. И скорее всего, вы не реализуетесь полностью как женщину. Вы избегаете ответственности за себя, потому что вы не несете ее за другого человека. И в этой ситуации вам нужно постепенно выходить из роли родителя и становиться в роли партнера. Разный к равному. Разный к равному никогда не позволит вести себя вот так, как вы позволяете мужчине себя вести. И в этой ситуации я рекомендую вам сделать следующее. Значит, во-первых, своему мужчине спокойно сказать, что вам надоело так жить. Ну, вы не хотите больше так жить, что это не то, что вы хотели бы для себя в семейном плане. И сказать ему, что если он еще раз устроит вам такой скандал истерику, или оскорбить вас, вы терпеть этого больше не будете, вы уйдете от него. Дело здесь не в лоскости, дело здесь не в том, что он вам помогает, дело не в том, что он относится нормально к вашим родителям, а дело именно в том, что вы не чувствуете себя с ним женщиной. Плюс ревность – это не выражив в себе. Ну, это опять же вытекает из его творческой натуры. Вот и так далее. То есть, вы не проживете его менять. Это важно понимать. Вы забудете здесь о себе. То есть, вы говорите, что ты такой какой-то есть и хороший, но нам с тобой не побудить. Или что? Мне не нравится. То есть, вам не надо менять другого человека, вам надо говорить, мне не нравится. Я буду делать что-то, чтобы этого не было. Я свои средства использую для того, чтобы избежать негатива. И все. Не давите на него, не надо меняться, или что-то еще. Просто скажите, что вы не будете это терпеть. Вы понимаете, что он такой вот, что он не может быть другим, и вы не хотите, чтобы он был другим. Но терпеть его таким вы не будете. Даже вас такое отношение не устраивает. И все. Он может сказать, что вы боитесь о своей жизни, потому что это опасно. Он может сказать, что вам не нравится, что вас в ней улезает. Опять же, вы его не вините. Вы нанесите до него сразу, что вы их принимаете и понимаете, почему он так себя ведет. Он творческий человек, он творческая натура, у него действительно такое эмоциональное состояние тогда. Но вам это все не нравится. Вы это все не хотите терпеть. Вас это все напрягает. Вам это тяжело. И именно поэтому вы уходите. Не право, то он плохой. Потому что вас это не устраивает. Ну вот, поняли вы внезапно все. Вам это не подошло. И все. И это ваше право. И как ваше право так поступить, так и его право, если он вас любит это принять. Да, он эмоциональный человек, вас примет это негативно, вас примет это довольно так. Агрессивно, но тем не менее. Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, поступать нужно именно так. Собственно говоря, я бы рекомендовал вам размыслить над уверенностью в себе, над своими страхами, которые, как мы кажется, у вас есть. И над родительским сценарием поведения, потому что вот то, как вы себя ведете, это скорее всего, родительский сценарий поведения. Но если для ваших родителей он подходил, то для вас он не подходит. И чтобы быть счастливой, вам нужно это менять. Почему я сказала право уверенностью в себе, потому что это первые ваши серьезные отношения. То, что первые ваши серьезные отношения, то, что первые ваши серьезные отношения переросли в брак, это всегда чем-то обсловлено. Вам он не казался самый лучший, значит была идеализация. Все нормально при влюбленности. Потом это прошло, вы увидели его реального, потому что оставьтесь с ним. Либо это ваши ценности, которые, опять же, привили вам ваши родители, которые не являются справедливыми для современного мира. Либо это ваши страхи, призывания, они верят в себе. Страх какой-нибудь, что вы никого, кроме него не найдете. Страх, что он самый лучший. Страх, что вы не достойны больше никого. И так далее, и так далее, и так далее. И так далее, а в этом случае именно с вами в этом направлении направлении. Но для начала нужно определить, что именно заставляет вас все вот это вот терпеть. Что именно вам, медведи. То есть эта форма, это понятно. А мотив? Какой мотив? Для чего? Вы любите его, да. Но вы не счастливы с ним. И если он скандалит и орёт, значит он тоже не счастлив. Получается. Так вопрос. А может ли вы сделать его счастливым? Может ли он вам сделать счастливым? И если нет, то зачем вы тогда вместе? Подумайте пожалуйста об этом. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. Удачи и принятия верного решения относительно своей дальнейшей жизни. Вам это пригодится. Удачи! 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 Удачи!